пока мама там валяются виде у меня тут хозяйничают один умывается чайок стоит дарина тут уже эти маши себе делаешь да остальные уже попили нет еще я кашку хотела сварить пить и какао я потом еще сварю не знаю манну наверно давно не варила вот кстати да всем привет я что-то не поздоровалась тоже вот так вот у нас начинается утро вот алина занимается да у меня уроки альдар че делает ну как всегда да вот алина занимается еще сегодня вот и чаник дарь кипит его выключить надо наверно давайте налью что там так вы какао пьете да да то мы что-то думаем вчера что-то какао перестали пить вот именно жду жду уже и не дождусь тут должна быть такая вкуснятина что у меня опять нара камера показывает счастье может дарина у нас готовить что-то у нас готовить да и вкусняшку да так захотели сегодня у нас есть такая прям вкуснятина получается дарина говорит но и так в принципе смотрите ну просто обалденно будет из нам почему-то сегодня такие какие-то голодные нам захотелось именно вот да что ж ты прыгаешь опять пол кастрюлю же тоже съели вкусный супчик тоже был немножко тоже смотрит прыгай ты может быть к даже тарелки достает что поездка какая вкуснятина какая вкуснятина да вот милена наконец-то прибежала давай садись вон твоя тарелочка всем привет поближе включилась я да я сразу прошу прощения за свой внешний вид вот и что хочу сказать честно вот вообще не хотела не касаться этой темы на своем канале ну не хотела вообще но все-таки решила снять такое видео вот я честно для меня это видео конечно дается немножко трудновато я вот сколько получается полторы недели я вообще камеру не врала в руки вообще не брала но для вас это будет не ощутимо вы не заметили не заметили этого потому что у меня как бы видео выходили на канале как бы они так выходили для меня это как бы полторы недели не брать в руки камеру это как бы да ну по названию я думаю что вы уже как бы немножко поняли о чем будет речь вот я ну просто хочу поделиться как вот все это было у нас я понимаю что у каждого человека все это по-разному происходит все начинается но как бы протекает как бы да вот это болезнь как это было у меня вот с чего все начиналось да я даже не могу сказать чего все началось я вот в каком-то видео в предыдущем но в предыдущих видео я рассказывала о том что у меня поднялась температура у меня как раз получается в лох получился из чуть ли не там недели грубо говоря я одна начала его снимать и в итоге потом дня через три по моему или четыре я его просто-напросто закончила снимать этот но это видео то видео вот и я в нем рассказывала что у меня просто-напросто я проснулась ночью от того что у меня там с десной в общем проблемы и на фоне этого у меня появилась температура и вот получается с этого момента у меня было четыре дня по моему температуры 3 38 8 была самая максимальная я не знаю честно то ли это уже было начало это этой заразы то ли это было из-за того что шло воспаление в общем получается все как-то в одну кучу все это свалилось получается вообще я лежала не вставала с кровати потому что ну температура была вы сами знаете до слабость как бы все такое подобное ладно потом стало чуть легче пошли в больницу поэтому к терапевту хотя кстати у мужа что же да вот у него тоже это болячка он позвонил в регистратуру и сказал вы знаете вот такая такая-то ситуация похожи на к видом и все такое сказали приходите в больницу на прием к врачу ну так 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 значит как сказали мы так и сделали сходила на прием к врачу он тоже был он был днем ранее я была днем позже и у нас брали тест у него кстати пришел тест отрицательный а у меня положительный разница в один день как брали тест вот после того как у меня пришел тест положительные я утром ну там на госуслугах получается загружаю там результаты да какая-то клиника честно говоря вообще если прочитать там ну я не знаю в общем говоря клиника в общем какая-то делает эти тесты вот и ну я на госуслугах прочитала все и где-то через полчасика звонит врач у которой мы были на приеме и говорит мне такая то что у вас положительные результаты и да я спасибо я уже обрадовалась говорю этому результату горе уже посмотрела на госуслугах ладно что она сказала она сказала что естественно сидеть нам дома всем причем всем ну понятно да типа как контактные там все такое сидеть нам дома вот понедельник сегодня вот у нас ну выходные дни вот в понедельник она сказала я выпишу лекарства в понедельник должна принести медсестра это вот лекарство которое она там выпишет вот и в течение там в среде недели она сказала что зайдет якобы послушает там меня и все тому подобное сказала чтобы записали ее номер телефона с которого она звонила чтобы любой вопрос какой возникнет или еще там что-то обязательно не звонили даже не это ну то есть не стеснялись и все такое как бы так я обязательно буду вас всех держать в курсе дела ну если будет конечно интересно вам и короче как то так вот я что-то начала об одном и закончила совсем другим вот какое мое состояние честно скажу слабость и еще знаете когда поначитаешься в интернете всякое там как их сказать ну об этой болезни да и уже начинаешь потом прислушиваться на что-то не то или это что-то не то а это тут кашлянул а этот учихнул а это может быть так а это не так короче говоря как-то были больше у нас как у людей работает подсознание да что прочитала на сразу у нас забилось туда в голову и у тебя все и эта мысля у тебя вообще с башки не вылазит это конечно с одной стороны очень плохо но другой стороны как-то их отметать эти мысли вот состояние как у меня же говорю слабость немножко и у меня кстати потом еще появился кашель когда я ходила к врачу у меня появился появился кашель но кашель такой как бы я бы не сказала что он частый но он суховатый какой-то был ну честно вот она меня кстати на рентген не отправляла мужа она отправляла он делал рентген меня она на рентген не отправляла вот и я не знаю что еще с этим связано что рассказать это как-то так пока обстоят дела вот надеюсь что все будет конечно же хорошо вот у ухудшений не будет а будет только эти улучшения в общем говоря ну как то ладно вот такого плана мне какой-то сумбур честно говоря сейчас уже в голове вот так вот но я по моему свою мысль что я хотела как бы я как бы рассказала так что такие вот делишки девчонки и мальчишки берегите себя реально берегите в нашем такое вообще неспокойно как бы время запуганное я не знаю в общем говоря в общем берегите себя ладно давайте это видео делать большим не буду вот и увидимся с вами уже в следующем видео и я вам говорю всем пока пока всем отличного настроения здоровья берегите себя и уже до новых встреч блин и самое главное я же вам забыла сказать у нас нету запаха нюха у нас нету вообще то есть запахи вообще пропали вообще не чувствуешь насколько вот я была да вот такая музыка тут насколько я была вот такая вот чувствительная у меня каждый запах каждая такая вот знаете очень чувствительный запах был но нюх сейчас я просто вообще ничего не чувствую Честно говоря, раньше думала Бывает там какая-то болезнь Честно, я не помню, как она называется Что нету просто-напросто Обоняния И думаю Как так вот можно Никакого запаха, ничего не чувствуешь А так оно и есть Блин, я теперь вот честно представляю Знаете, что самое обидное Когда чистишь мандаринчики Апельсинчики Сейчас же пошел вот этот сезон А их сами знаете Когда чистишь и вот сразу Предвкушение Такого вот уже нового года Блин А здесь вообще нету этого запаха Вообще, блин И как-то с одной стороны Блин, конечно Ну ничего, прорвемся Прорвемся, ребятки